Наташ, ну мы же все-таки обещали быстренько обучить людей итальянскому. Давай, начинай. Они очень друг друга любят, типа, дразнить, типа, пикулину. Между этими колоннами на площади Сан-Марко ходить не рекомендую, потому что есть нюанс. Бондюорно, дорогие друзья! Я Наталья Дуброва. А почему обязательно бондюорно? Может быть, и бонусэр? Откуда ты знаешь, в какое время нас будут смотреть? Бонусэра! Я Татьяна Комарова. А может быть, и бонанотте. В этом видео мы вам расскажем, как почувствовать себя, ну, немножко своим, в Венеции, ну, и вообще в Италии. Вы увидите кадры красавицы Венеции, и, кстати, даже сможете немножко подучить итальянский язык. Но если вы не собираетесь в Италию, ну, тогда вы сможете, может быть, блеснуть перед друзьями и познаниями в итальянском языке. Если это вам тоже неинтересно, ну, и вы случайно, да, к нам зашли, тогда... Ари Ведерчи! Это первое итальянское слово, Боже, вы учили. Кстати, посчитайте, сколько в этом видео будет итальянских слов. А для тех, кто остался с нами, как всегда, полезная и интересная информация. Кофе за стойкой бара обойдется вам в три раза дешевле, чем, например, на веранде. Или в два раза дешевле, чем за столиком. Говорите просто. Кафе Ля Банко. Ну, многие считают, что главная достопримечательность Венеции – это площадь Сан-Марко. Но площадь Сан-Марко, конечно, прекрасна, спору нет. Ну, еще мост Риальто вот считается такой топовой достопримечательностью. Все бегут туда первым делом. Ну, да, ну, это тоже все очень красиво. Но вот у нас с Наташей сложилось немножко другое мнение. Вот нам кажется, что все-таки самая прекрасная Венеция – это Гран-канал. А, кстати, вот еще одно итальянское слово – Гран-большой, да? Гран-де. Оно звучит так – каналы Гран-де. То есть вам будет проще ориентироваться в Венеции, проще спрашивать. Просто спрашивайте направление. Вот, допустим, если вы хотите куда-то попасть, говорите, типа, «Пер канала Гран-де». И вам покажут, даже если вы не поймете, вам покажут руками. Итальянцы, к счастью, вот как я, они же стекулируют руками ваш. Ну, и, конечно же, гондолы. Ну, мы уже говорили, что покататься на гондоле, конечно, удовольствие не очень дешевое. Но даже если вы не имеете возможности покататься, просто ими любоваться – это, конечно, наслаждение. И итальянцы говорят «гондола». Они не говорят «гондола», говорят «гондола». Вот, а все-таки, вот, допустим, первый раз. Если едешь в страну. Вот как лучше всего спланировать, что тебе в первую очередь посмотреть? Я не очень люблю экскурсии, если честно, потому что, ну, как бы, гоняться за гидом – вот первая задача – не потерять гида. Это самое главное. То есть ты отошел куда-то что-то фотографировать, ты что-то пропустил, что-то ты забыл, что-то ты не дослышал. Я всегда делаю как? Я беру путеводителей. И когда ты потрудился уже, что-то прочел о том месте, где вот ты находишься, у тебя гораздо больше, мне кажется, памяти откладывается. Не знаю, запоминаешь намного лучше, чем когда просто вот на слух и убегаешь за гидом. Между этими колоннами на площади Сан-Марко ходить не рекомендую, потому что очень много отрицательной энергии здесь. Здесь раньше казнили людей, причем массово. Сейчас там продают сумочки, магнитики, ну, разный туристический хлам, скажем так. Этим колоннам более трех тысяч лет. До конца, ну, не установили еще точный возраст. У меня, допустим, из хотелок осталось в Венеции. Вот музей Каррер, этнографический музей. Это я даже прочитала от путеводителей. Это музей Каррер, вот сейчас прямо. Там вы можете увидеть, как жили раньше венецианцы. Этнографические какие-то штуки, посуду, костюмы, вклад жизни. Ну, то есть такого типа этнографического музея, правда, очень мощный и очень большой. Это дворец Дожи, вон через Гранд-канал, вот сейчас мы видим. Дожи в свое время правили Венецианской республикой. Даже был такой красивый обряд, который назывался обручение, обрученное с морем, называют Венецией. Когда Дож бросал кольцо в Адриатику. Вот, это был такой обряд посвящения в Дожи. И Венеция была очень мощным государством в свое время, вела завоевательские войны. И вот смешение такого османского стиля, стиля барокко, европейского какого-то стиля. Вот такая вот гремучая смесь. Османский стиль сюда привез Марко Поло, известный путешественник. Он привез сюда чай, шелк, специи. В соборе Самарка хранятся мощи святого Марка, который тоже, не отсюда родом, скажем так, как его, их потеплили из Константинополя. Ну, кстати, тоже в путеводителе можно прочитать, что можно сделать очень интересные поездки из Венеции на острова, которые рядом находятся с Венецией. Это у нас остров Мурана, это остров Секлодов, да? Да, да, да. Да, это, ну, как бы, очень тоже красивое такое местечко. Это целый островок, где живут и работают в Секлодову. Вы сможете увидеть, как они это все делают. Купить красивые украшения себе из стекла, если... Да, не дешевые украшения, но очень красивые. Вот, потом остров Мурана – это остров разноцветных домиков. У нас, кстати, было видео об этом острове. Это мы объясняем, вот почему там все крыши, все домики разноцветные. Да, мы ссылочку оставим. Ну, и остров Сан-Микеле – это остров-кладбище, остров такой вот красивый. Да, где похоронен у нас Бродский, где похоронен Стравинский, Дягилев. У нас вот об этом было недавно видео. Кстати, вот если вы подпишетесь на наш канал, то в следующем видео мы вам расскажем о круизе из Венеции за 500 долларов. Да, вот такой вот недорогой круиз. Мне часто очень пишут в комментариях, что, типа, уникальная цена. Да ерунда. Эту уникальную цену сможете найти и вы, и сможете найти любой, потому что мы расскажем, как, где искать, когда покупать, и расскажем все секреты, как сэкономить в круизе. Так что подписывайтесь, вы не пожалеете. Но даже если вы пожалеете, то ничего страшного, вам же никто не мешает отписаться. Наташа, ну вы же все-таки обещали быстренько обучить людей итальянскому. Давай, начинай. Боже, спасибо. Мы не претендуем, конечно, на великих знатоков итальянского языка, но пара-тройка итальянских слов, я думаю, значительно облегчат вам жизнь. Вот, например, водный трамвайчик называется Вапоретто. 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 Много там водного трамвайчика, но даже и не водного трамвайчика. Называется это фермата. Если вам нужно купить билет, билет это бильето. Билеты во множественном числе это билье-ти. А если вам нужно спросить следующую остановку, спрашивайте просто просимо фермата. То есть просимо следующее. Кораблик, допустим, Ланаве. Но есть нюанс. Кораблик, Ланаве. Лодочка, Барка. Но самое простое. Море это Маре. Мосты как будет? Мост это Понте. Из самых известных мостов, ну, Понте-Реальто. То есть если вы спросите Пер-Понте-Реальто или просто Пер-Реальто, я думаю, вам покажут многие даже туристы. Потом улицы. Улицы называются Калли. Калли. И еще такая штука. В Венеции всего одна пьяца. Ну, вот площадь, это пьяца Сан-Марко. А остальные, вот площадь Рима, это пьяца Ле. Ну, то есть, типа... Поменьше. Поменьше. У нас в русском языке, по-моему, даже нет такого аналога. Площадочка. Площадочка. Или Кампо. Вот Кампо, это буквально перевод лук. Еще очень смешное итальянское слово мне очень нравится. Малыш, Пиколино. Они очень друг друга любят, типа, дразнить. Типа, Пиколино. Церковь по-итальянски Кьеза или Базилика. Ну, Базилика это собор. Церкви, кстати, соборы в Венеции, ну, вообще в Италии удивительной красоты. Ну, и так, что же такое сервицуо и что же такое коперто? Сервицуо или коперто это сбор типа за обслуживание. Вот те чаевые, которые, допустим, автоматически, скажем так, начисляют вам. И вы можете это увидеть в счете. Если не включено сервицуо или коперто, то принято оставлять 10% вначале. А если включено, то не нужно оставлять. А если включено, то в принципе не оставляют. То есть слова очень простые, там латинские парни, поэтому вот язык очень близкий, вот как ни странно. Ну что, я надеюсь, что итальянский язык с нашей помощью вы уже выучили. Я надеюсь, на такие итальянского снисходительно отнесутся к нашему, так сказать, уроку итальянского языка. Но для путешественника я вам хочу сказать пара-тройка слов. Самое то и будете чувствовать себя в своей тарелке. И чтобы не потерять это видео, я бы на вашем месте поставила лайк. Оно у вас, да, останется понравившихся. И вы сможете его пересмотреть. И повторять свои итальянские уроки. От Натальи Дубровой и Татьяны Камеровой. Шутим. Ярких вам путешествий. Ариведерчи. До новых фолнующих встреч. Чао.